Посмотрите, какая у нас зеленая трава. Вот тебе и зима. Сегодня обещают плюс 14. Я отвела Саньку в школу и иду домой. Такая утренняя прогулка очень приятная и всем отличный водитель. Утром такая суматоха. Все везут детей в школу на работу. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Саш, ты где? На ночь глядя мы играем в парки. В прятки. Раз, два, три, четыре, пять. У нас сегодня так хорошо, тепло. Тоже домой не хочется заходить. Среда, поэтому мы на улице. Мы зашли в библиотеку посмотреть, как здесь украсили. Городок сделали снежный. Посмотрите, какая деревянная сова. Бернуэль Лютенкадо. Красиво. Это наша библиотека. Всем большой привет! У нас сегодня пятница. Украшаю дом. Продолжаю украшать. Сейчас вам покажу отличную идею. Вот так. Когда у меня нет букета здесь, в прихожей, я ставлю свечи. И чтобы этот подсвечник не казался пустым, мы с Сашей покрасили шишки, насобирали. Кто смотрел мой влог, мы собирали каштаны и шишки. И вот мои игрушки. Получается очень красиво, оригинально, так минималистично. Хорошо сочетается с моим подсвечником на полу. И мне очень нравится. Отлично. Решила я добавить зеленых веточек. Посмотрите, какая шишка красивая. У нас есть одно дерево вот с такими шишками в парке. Очень мне нравится. Сейчас я добавлю зеленых веточек, чтобы смотрелось по-новогоднему. Домой цветы заливают, чтобы они остались живыми. Видите, начинают желтеть. Сейчас их обберу и немножко постоять дома. Как будет хорошая погода, сразу вынесем их на улицу. Обожаю этот букетик. Девочки, у нас на улице идет дождь проливной. Я сижу возле камина и хотела с вами поделиться идеями. Идеями декораций. Многие просят мне рассказывать свои идеи и делиться. У нас в саду растут вот такие цветы. Вы мне даже писали их название. И я сделала вчера фотографию. И сейчас мне не хочется сильно много покупать, а хочется делать что-то со своими руками. Я нашла вот такую идею. По-моему, очень классная. Посмотрите. Берется баночка, можно со свечой. Можно поставить маленькую свечку. Берутся веточки. У нас в разных цветах. Один из них розовый, зеленый, какие-то бежевые есть. Этого цветочка. И просто-просто вот так веревочкой обматывается. Посмотрите, какой красивый декор на стол. По-моему, классно очень. Можно взять также веточки от ели. Можно какие-то веточки, знаете, различных растений. Будет смотреться стильно, красиво. И не требует много затрат. Обожаю такие идеи своими руками. А еще хочу вам рассказать про елку. Вот знаете, одно дело, купить елку, нарядить искусственную, натуральную. А другое дело, во что ее поставить. Я такой эстет. Мне нужно, чтобы поставка была красивая. И я искала идеи. И хочу с вами поделиться. Во-первых, вот такая идея, просто поставить елку. Это что такое? Шарф, наверное. Или свитер. Или какой-то кусок, не знаю, снуд, наверное, на снуд похоже. Очень классная идея. Мне она понравилась. И я считаю, что смотрится очень стильно. Самое главное подобрать цвет и текстуру. Также мне очень нравятся елки в различных корзинках. Тоже смотрится классно, стильно. И да, почему нет, посмотрите, как это здорово. Аккуратненько все. Какая-то здесь еще одни идеи подарков. Как можно украшать стену. Мы сегодня о елках. Вот корзинка и такой пледик типа подушек. Вот моих или плед из Икеи, знаете, такой коврик даже из Икеи. Смотрится шикарно. Сейчас в моде вот такие корзиночки. У меня их несколько разных форм. Посмотрите, вот просто корзинка из металла, вата. И тоже оригинально, эстетично и красиво. Ну а это мой подсвечник. Вы его уже видели. Так что будем с вами делиться вот такими идеями деко. По-моему, это здорово. Девочки красавицы, мне пришли купальники на обзор. Марка написала, спросила меня, хочу ли я посотрудничать. Я согласилась. Я не то, что собираюсь в бассейн или на отдых. Нет. Для бассейна нужны совсем другие купальники. Это именно купальники пляжные. Зачем заказала? Заказала на будущее, на это лето. Ну, давайте посмотрим. Приходят вот в таких пакетиках. Герметично закрываются. Мне можно было выбрать три. Я выбирала несколько расцветок. То, что было, то и прислали. И сейчас я вам покажу, именно какие я выбрала. Это первый купальник. Сразу хочу сказать, что сделано все отлично, хорошо. Есть подкладка. Все швы аккуратненькие. Я любитель минимализма. И мне нужны были простые слитные купальники. Поэтому я выбрала такие модели. Все сноски будут в инфобоксе. Кого интересует? Простой такой купальник. Черно-белый. В полосочку. Здесь такие у него на боках. Как это? Украшение, наверное. В общем, вот такая модель. Есть чашечки, которые вы можете убрать. Или просто оставить, если они вам нужны. Мне, в принципе, не нужны. Сзади спинка сделана аккуратненько. Хороший такой красивый разрез. Лямочки все регулируются. И если вам нужна такая модель, то присмотритесь. Сейчас посмотрим остальные купальники. Второй уже более такой оригинальный. Французская полоска. Так я ее называю, наверное, от Готье. У меня идет ассоциация с Готье. Любят французы марки. Тельняшки в полоску. Вот я выбрала достаточно такие высокие плавки. Завышенные. И бюстгальтер. Бюстгальтер, как бы сказать, с чашечкой, которую вы можете убрать. Везде силиконовые вставки. Здесь вы можете завязать так, как вам надо. Идет бретелька, чтобы держать грудь. Тоже регулируется. И сзади застежка. Очень хороший купальник. Так же я вам могу его советовать. И последний. Он в таком красивом винном цвете. Марсала. Да, по-моему, так называется этот цвет. Напишите мне. И он отлично сделан. Сплошной купальник. Вот в нем можно, в принципе, и в бассейн. Ну, там уже сами смотрите. Потому что, как я уточнила, в бассейн нужны другие купальники. Я, наверное, сделаю подарок своей свекрови. Ей он понравится и подойдет. Здесь такая завязка, которую можно регулировать запах. Все отлично сделано. Есть подклад. Есть чашечки. Я довольна этими купальниками. Вы можете зайти на сайт. У них бывают распродажи, скидки. И также посмотреть все купальники на моделях. Можете уточнить свои размеры, параметры. И что я хочу сказать. И да, почему нет. Спасибо марке за то, что предложила мне посотрудничать с ними. Думаю, что эти купальники летом нам в отпуске пригодятся. Спасибо большое. Я все так же продолжаю получать мои коробочки красоты от Prescription Lab. Французская коробочка красоты, на которую я подписана. Это не реклама. Я плачу свои деньги 19 евро. И вот эта коробочка была новогодней. Просто хочу с вами поделиться. Вот такой небольшая как бы косметичка бархатная или клатч. Очень красивая, стильная. Она была... Я думала, что она придет, знаете, такой насыщенный, темный, модный сейчас коричневый, зеленый цвет. Знаете, не знаю, есть ли в книжечке или нет. Хотела вам показать. И я надеялась, что она мне попадется. Потому что мы не выбираем, а они выбирают в таком цвете. Вот здесь... Ой, листик приклеился. Наверное, не видно. Но мне попалось в черном. Ну что делать? Каждому свое. Не страшно. В общем, вот такая косметичка, которую можно брать с собой, если вы в нарядном платье в каком-то. Крем. Крем. Полноразмерная версия от марки. СВР. Крем. И это крем Сикавит Плюс. Для всей семьи, если у вас кожа обветренная, если какие-то трещинки, шелушения, можно использовать как детям и взрослым. Всегда пригодится в зимний период. Что еще? Я еще не открывала. Даже вот вместе с вами смотрим. Это карандаш. Давайте сейчас откроем, посмотрим, что это такое. Это такие мокрые, наверное, тени. В каком цвете они мне достались? Вау! Смотрите, какой цвет. Новогодний. Вот такой. Красивый. Блестящий. На Новый год. Такие мокрые тени. Они хороши тем, что просто их наносишь на веко, когда не хочется заморачиваться. Стрелочку, тушь и все. Вообще, марка очень хорошая. Выставляется в буммаршере, в гош. Классная. Что дальше? Это крем. Крем от марки известной. Алгологи. И у меня было такое масло. Крутое. Вообще, очень дорогая марка. Небюджетная. Этот крем. Под глазами. Под глазам. Буду пробовать, потом вам расскажу. Эксепционель. Жардин марин. Сад. Морской сад. Наверное, с какими-то морскими ингредиентами. Маден Франц. Очень дорогая марка. И следующее, что это, вот такая коробочка. Сейчас посмотрим, что здесь. Наверное, Корея. Да? Корейские продукты сейчас в моде и во Франции. Красиво. Красиво. И что же здесь есть? По-моему, эссенция, серум, тоник и крем. Я обязательно почитаю, как использовать и потом вам расскажу. Напишите, кто-нибудь пользовался вот такой корейской маркой. У меня пока ничего из этого не было. Продукт это компактная кремовая пудра от Эрбарьян. Новинка, наверное. У меня есть кушен, есть бобикрем, сисикрем от Эрбарьян. А вот пудры не было. Во-первых, очень красиво смотрится. Что еще? Здесь зеркальце. Вот у меня в светлом оттенке. Пуховка. Пуховка. И вот такой кремовый продукт. Нет, не открою. Надо будет убрать. В общем, буду пользоваться, наверное, как два в одном. И крем, и пудра, и тональное средство. Да, есть же 009 Touch. Есть ли здесь SPF, потом вам все расскажу. Вот так. Классная коробочка предновогодняя. Здесь какие-то брошюрки. Можно также заказать фотографии бесплатно, распечатать. В общем, я думаю, что здесь продуктов, наверное, больше, чем на 100 евро. Это точно. За 19 евро. Еще и вот такая красивая косметичка, сумочка. А сейчас я хочу вам показать, девчонки, те продукты, которые у меня почти закончились, которые были просто классные. Хочется их купить снова. Вот они, эти продукты. Практически у меня закончился консилер. Yves Saint Laurent. И называется он All Hour Concealer. Очень классное средство. Один из моих самых любимых. У меня в номере один он был. Для возрастной кожи это очень классный консилер. Если найдете, берите. Он легкий, он не пересушивает, он не забивается в складочки. Он с таким эффектом, наверное, увлажнения и питания. Классное средство. Буду искать еще раз. У меня закончилась практически пудра. Вот так называется. Это пудра минеральная. Я покупала ее на iHerb. Заказывала. Мне нужна она была в летний период времени. Это рисовая, наверное, пудра. Сейчас я попробую ее одной рукой открыть. Вот так она смотрится. Посмотрите. Это белая пудра. Совсем чуть-чуть осталось ее. Очень хорошая пудра. Она не забивает поры. Минеральная. В то же время очень хорошо матирует. Особенно в летний период, когда кожа блестит. Это must have. У меня закончились практически тенюшки. от EPUPA. Я их покупала, наверное, года два назад, девчонки. И мне очень они нравятся. Я использовала их в уголок глаза, под бровь. Их можно вообще использовать как хайлайтер. Хайлайтер. И у меня они в номере 100. Кто живет в Италии, может посмотреть. Смотрите, какой классный у них перелив. Можно на все подвижное веко. Так они смотрятся. Классные тени. Очень нравятся тени от EPUPA. У меня, по-моему, еще одни есть. Сейчас я посмотрю. У меня тут мое богатство еще очень много. Не закончить до конца жизни. Вот такие у меня есть тени. Тоже из этой линейки. Недавно кто-то мне их дарил. Но они еще новые практически. Но тоже очень хорошие. Больше такие с ними, наверное, уголок глаза. Не уголок глаза, а, господи, выделить уголок глаза. Вот. Смотрите, какой цвет тоже у них шикарный. Очень красивый. Те 100, а эти 401. Кому нужно будет. Вот так называется. И практически у меня закончился. Уже есть второй на замену. Это BB крем. BB крем. От Эрбарьян тоже. Люблю эту марку. И три в одном. Я думаю, что многие его знают. Не буду на нем останавливаться. Очень хорошие средства. Так как сейчас некогда снимать пустые баночки. Буду показывать вам во влогах. Ну вот, мои хорошие. Я думаю, что буду заканчивать. Влог получился очень длинный. Всем желаю хорошего дня. Приятного вечера. И встретимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok